В расписании аэропорта Курумыч снова появились рейсы в Белоруссию. Первый в этом сезоне самолет сообщением Самары Минск вылетел 18 ноября в 13.00 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе, воздушные гавани полеты на этом направлении осуществляет российская авиакомпания. Рейсы запланированы один раз в неделю по субботам. Время вылета из Самары 13.00, прибытие в Минск 14.35. Продолжительность полета 2,5 часа. Дуэт Егора Базина и Елизавета Худайбердиевой занял первое место в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Соревнования турнира «Волжский пируэт» проходили во Дворце спорта имени Высоцкого. В сумме Егор Базин и Елизавета Худайбердиева за два дня набрали 208,99 балла. Определились победители в одиночном катании. По итогам двух дней среди мужчин золото выиграл Петр Гуменник, набрав 300,66 балла. Среди женщин турнир выиграла Ксения Синицына, дебютантка серии Гран-при этого сезона. Ее программы жюри оценила в 216,08 балла. В Самарской области 23 ноября изменит расписание электричек. Как уточнили в СППК, это связано с проведением капитального ремонта пути на станции Кротовка. Так, поезд 7530 «Самара» отправление 21,04 «Новоотрадное» прибытие в 22,47 устанавливается сообщением «Самара» отправление в 21,04 «Кенель» прибытие в 21,58. На участке «Кенель» «Новоотрадное» отменяется. В Тольятти 19 ноября в ДТП пострадала 23-летняя девушка. Она не справилась с управлением на скользкой дороге и вылетела на встречную полосу, сообщили в Главном управлении ВД России по Самарской области. Как стало известно, авария произошла в 11.20 на улице Барковской. В районе дома номер 76 автомобилистка при совершении обгона на «Мерседес-Бенц» столкнулась с внедорожником «Киа», двигавшимся в попутном направлении. От удара «Мерседес» отбросила навстречу, где он опрокинулся. За рулем пострадавшей иномарки находилась девушка, ей понадобилась медицинская помощь. Во дворце спорта легкой атлетики на физкультурной прошли вторые областные спортивные игры памяти Максима Суслова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Соревнования также были посвящены памяти всех самарских воинов, павших в боях за родину во время СВО. В играх принимали участие ребята в возрасте от 10 до 18 лет из самарских и областных военно-патриотических и спортивных клубов и школ, а также физкультурных объединений детских духовно-просветительских центров региона. Они соревновались в рукопашном бое и спортивном лазертаге. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за приближающейся непогоды. По прогнозу Приволжского УГМС, днем 20 ноября в регионе ожидается сильный снегопад и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за шквала осадки, видимо, кровоснега превратятся в метель. Видимость составит около 1 километра. На дорогах появятся гололедицы и снежные заносы. Автомобилистов призывают избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. По возможности в этот день лучше отказаться от дальних поездок. По данным статистики МВД в России, каждое третье преступление стало совершаться с помощью информационных технологий – интернета, телефона или банковской карты. В 2023 году число таких дел выросло почти до 500 тысяч. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего увеличилось количество преступлений с использованием интернета. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт. Также участились правонарушения с использованием компьютерной техники, программных средств и фиктивных электронных платежей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok